Привет всем любителям тепла, жить в тепле! С вами Анатолий, барыга печами-домоходами из интернет-магазина Жарпарком. Сегодня ты увидишь ролик про печь чугунную, отличного дизайна современного. Ни у кого такого нету. Мангазея. Сегодня вы увидишь монтаж и обзор на эту печь. Я сам нахожусь в Новосибирске, и эта печь будет стоять здесь. У владельца оптовой компании по продаже печей. Человек разбирается в печах, он на печном рынке лет 25. Я еще был молодой, он уже этими делами занимался, осознанный выбор сделал. Ну давайте посмотрим, что происходит. То есть это такое вот, не знаю как это назвать, красота. И здесь вот внизу находится помещение чисто мужское для того, чтобы в холодные сибирские морозы можно было потусовать. Ну и собственно печка нужна именно для этого. Мы уже видим с вами процесс монтажа. Именно отделки угла, где будет расположена печь. Здесь мы видим, что используется вот такой вот материал. С одной стороны толстый базальт, с другой стороны толстая фольга. Печь будет сама находиться на подложке. Здесь дерево. Потом идет раз, два, два слоя минерита. На минерит кладут плитку. А стены большие вырезы. Кирпичная шахта из специального кирпича. И будет выходить туда дымоход. Сейчас поставили вот этот вот утеплитель. Он же изолятор жара. Всю плитку положили. И мы можем посмотреть в окошко, где увидим, как это все дело делалось. То есть стремянки. Ребята залезали, все монтировали. Ну а теперь пойдемте посмотрим, что внизу. Посмотрим на саму печь. От печи здесь лежит только одна часть. Это варочная поверхность стандартная. Сама печь имеет... Здрасте. Здрасте. Это верховный монтажник. Фарнакс. А это вот непосредственно счастливый обладатель, который, видите, скрывается. Вот непосредственно печка. Обратите внимание, она выпускается в двух модификациях. Одна с варочной поверхностью. Но если вы в помещении, там, где находится печь, не варите, и вам нужно что-то красивое, то есть вот такая вот вещь, как стекло, через которое будет виден огонь. Сейчас он не виден, потому что идет процесс растопки печи первой для полимеризации краски. Для этого нужно делать очень все грамотно, ребята. Зольный ящик не выдвинут у нее специально, чтобы огонь был по минимуму, для того, чтобы краска прилипла к чугунной основе. Поэтому все по лайту топим. Видим дымок, который отходит от печи. Это как раз полимеризуется краска. Для того, чтобы помещение не провоняло от красок, лучше всего проводить процесс полимеризации на улице, когда нету дождя. Посмотрим? Посмотрим. Так, ручка холодная. Все, пусть горит. Ой, посмотрите, какое я решение нашел интересное. Вот как реализовали инженера отличную фишечку, а именно регулировку горения. Посмотрите, слабенько-слабенько горит, да? А вот ты берешь за ручку, да? Вот за эту. И вытягиваешь. Ну, мне как бы сейчас интереснее ногой вытянуть, чтобы вам показать, как будет гореть. Как камин красивый. Вау! Вау! А? Вау! А? О! Кайф! Черт, завидую! Завидую! Владельцам этой печи, вот ему завидую. Вообще кайф! И закрываем. Смотрите, что будет. То есть, горение продолжается, но совсем-совсем на щадящем режиме длительного горения. То есть, это еще и печь пления. Класс! Ну-ка, быстро разгорится. Вообще на раз-два. Так можно бесконечно играть. Ай, ребята, я тут не проеду. Приехали. Еще монтажники на Праду. Такие вот монтажники. Самые высокооплачиваемые люди в нашем печном мире. Ох, красотища! Печь практически остыла. Она тепленькая. Я вынул из нее колосник. Вот такой вот колосник. Он очень интересен. Интересен он тем, что в нем есть отверстие по всей площади. Он достаточно толстый. Похож на блюдо для пищи. Так как здесь есть скосы по всей поверхности, то можно сказать, что вместе с отверстиями вот этими реально идет воздух на всю площадь колосника. Ну, что, круто! Давайте посмотрим, что еще есть. Печи интересненького. А тут много всяких решений. Посмотрим сюда вовнутрь. Мы видим, что здесь очень большой зольный ящик. Он доходит до конца. Красота! Сделан из нержавейки. Удобно. Разки и набираешь. Я его тоже выну, потому что нам печку надо будет сейчас перемещать на место, где будет ее установка. Дальше. Вот здесь находится керамическое стекло. Мы его аккуратно куда-нибудь положим. Вот. И сразу показываю, зачем вот эта вот вещь нужна для приготовления пищи. Это варочная поверхность. Дальше. Помните, как я вам говорил, что здесь реализовано подовое горение. Вот. Благодаря вот этому колоснику. Нестандартной формы. Он очень тяжелый. Не знаю, вытаскивается он или нет. Не знаю. Но он чрезвычайно тяжелый. Организуется организуется подовое горение. Как монтируется дымоход. Давайте камеру сюда направим. Прокручивается. И вот они винты. Они заходят вот сюда, в эти пазы. И просто перекручивается вот на 90 градусов. Так тоже отложим в сторону. Отбойник прямо очень интересной формы. Дальше. На дверь внимание. Мы топили печь в режиме длитного горения. Стеклышко естественно закоптилось. Но это самая первая печь в новых печах. Вот этого уже нету уплотнительного шнура. А сделано так, дверца переделана. Что она является самоочисткой. Вот. Давайте печь перевернем. И посмотрим. Ой, тяжелая какая. Приятно в руки взять. О! И посмотрим, что там. Да я держу, держу, держу. Что там еще есть. Здесь зольный ящик из стали винтами прикручен. И как вы уже успели заметить, это конструкция вся у печи цельно летает. То есть навесная дверца отдельно, да, и колосник. Как его интересно вставили, я не знаю, хочу его вынуть посмотреть, но пока не представляю, как он вставляется. А вся вот эта вот конструкция, она цельно летает. В процессе обжига ничего у нас не облетело, краска, все нормально, начинается дождик, а значит пришло время ставить печку на место и смотреть, что там ребята из фарнакса сделали с углом, где будет стоять эта печь. Кому-то. Также здесь найдены залежи настоящего натурального природного базальта, который будет использоваться естественно вот в этом отверстие. запахло вкусным обезжиривателем. Предварительно поверхности были зачищены и обезжирены. Теперь дальний кусок ваты и поставь ее так, чтобы юбка полностью облакировалась. Дело идет к завершению. Держи. Итак, настал вечер. все работы сделаны. Давайте посмотрим, что было произведено. Был установлен дымоход выше крыши аж на целый метр. Лучше всегда перебздить, чем не допздить, чтобы всегда тяга была. Вот дымоход. Он стоит на специальных опорных площадках. и вот он идет еще и еще одна опорная площадка. И это даже две опорных площадки. Еще вот опорная площадка, вот опорная площадка. Вот в общем он не свалится и он главное сделан по уму. Это сэндвич утепленный. Никакой конденсат не потечет. Все отлично. Пойдемте с крыши посмотрим как же поставили печку. Ох сейчас такую красоту вы видите. Парам пам 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 вот она. Итак гармоничнейше гармоничнейше что ТМФ умеет что монтажники из Форнакса умеют посмотрите все как клево вы видели красили детали они не термонагружены все будет хорошо это специально для того чтобы была единая вот такая вот концепция что могу сказать бывает две модификации вот с такими вот кружками и вот с такой вот светопрозрачной панелью чтобы огонь можно было видеть и отсюда и отсюда ну а теперь настало время затопить так сделаем же это итак есть топка вот я вам показывал колосник который дает подовое горение он сложной формы топка как вы видите тоже имеет сложную форму внутри такие вот ребра для того чтобы горение было максимально красиво и как я вам говорил колосник вот этот тоже сложной формы воздух подается и вот отсюда и через отверстия по бокам в общем все для того чтобы пламя было максимально красиво дальше у нас есть береза ну вот пожалуйста сколько места остается так что начинаем растопку ну и будем играться с пламенем итак 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 пожалуйста полено возьмем его засунем туда ну уже удивление такое полено и еще столько же можно положить глубина 55 сантиметров высоту к сожалению не помню но в паспорте все есть читайте паспорт обязательно дальше вы видите вот этого шнура плотнительного я говорил что его не будет его не будет вместо этого будут здесь такие вот канавки для того чтобы воздух самоочищал вот это вот стекло это одна из первых моделей в следующих моделях все будет по-другому ну как правильно топить эту печь вот вот взяли дерева положили как хотите так и вкладите березку положили и подожгли ну еще можно сверху палочек как-нибудь накидать как вы видите у нас дым не идет обратно все нормально все закрыли дверь немножко вытащили зольный ящик когда он вот так вот вровень он открыт очень широко когда же он вот так вот вровень с этой штукой это он вообще прикрыт максимально конечно же было бы хорошо потестировать надлительность горения печи но к сожалению у меня на это нету времени сегодня ну мы поиграем с пламенем с огнем посмотрим что будет видно что не будет видно оператор пока поддержит камеру а я выключу свет чтобы посмотреть что будет вверху будет ли виден огонь и выключим есть все видно если мы отойдем совсем далеко от плечи то мы видим что в темной комнате красиво играет с плохи в общем все как водится у дорогущего камина а цена ее не самая дорогая и вот смотрите как приятно все выглядит ну а теперь включаем свет и начинаем играться с пламенем я набросал еще туда дров по максимуму обратите внимание на то что большое жерло да вот куда дрова бросать а дым не выходят оттуда магия фантастика закрываем и допустим на полную мощность вот так ну что ребят вы видите интерьерную печь которая в хорошей красивой стильной обстановке дома будет прямо тютерку в тютерку рисоваться можно использовать как камин можно использовать в режиме тления повторю благодаря вот этим вот орибрением площадь теплоотдачи печи очень большая чугун качественный на китайский делается все у нас ну и вот прям внимание ко всем деталям посмотрите как тут сложная форма шик я считаю ну и давайте посмотрим что можно сделать с огнем сейчас на полную открыт ящик зольный да все управление одним рычажком закрыли все пламя уменьшилось открыли пламя увеличилось где взять спросите конечно же в лучших магазинах российской федерации не только за границей тоже спрашивайте на этом я считаю обзор закончен завидую директору печной компании которая стоит эта печь ну и респект это мое сейчас вы видите физику процесса горения пламени ну и заодно видите насколько элементарно прочищать печь если вдруг потекла сажа если вы дымоход поставили не дымоход а монотрубы ну в принципе все достаточно хорошо видно еще есть один модуль это кружки для того чтобы готовить еще вот и все повторю все есть в магазинах спрашивайте мангазея называется если ты забыл запиши кранашком